Привет! Как хорошо, что вы зашли, потому что тема этого расклада, какие перемены, вас обрадуют в самое ближайшее время. Я приглашаю вас в мою студию здесь, в Ванкувер, где я разложу для вас карты, и актуально будет в тот момент, когда вы видео нашли. И карты Таро показывают правду, безусловно, потому что вы задаете свои вопросы картам, и они говорят вам. Именно на вашем языке у каждого человека свой язык, свое понимание жизни. И если вы у себя спрашиваете, какие перемены мне по судьбе, если вы у себя спрашиваете, какие перемены меня обрадуют, то есть вас, в самое ближайшее время, этот расклад точно для вас. Это зеленое Таро. Оно говорит правду. Хочу напомнить вам, что можно задавать ваши конкретные вопросы. Чем конкретнее вопрос, тем конкретнее будет ответ. И мои слова, они могут быть секретными, загадочными. Они же как заговор. Они конкретно отвечают на ваши конкретные вопросы. Карта Луна. Это личный путь перемены. Я смотрю только Примея в этих рамках. И карта Шут. Еще один старший аркан. Это карта Начала. И оптимистичного взгляда на жизнь. И Тройка Меча. Ну вот, потому что здесь Тройка Меча проходит. А это трудности, которые вы сейчас проходите. И Высшие Силы знают о ваших трудностях. И хотят вам помочь. Большие силы говорят, чтобы вы не грустили. Не сетовали. Потому что сейчас может быть разруха в жизни. Видите, какой-то дом полуразрушенный. Забитое окно. Прохудившаяся крыша. И вы идете в этот дом. То есть вы идете в эту разруху. Зная наперед, что туда, в эту дверь входить не нужно. Именно в эту дверь вам не нужно входить. А позади вас лебедь прекрасный. Вы в такой ветхой одежде. А впереди лебедь прекрасный. Верение позади вас. Но это впереди, если вы повернетесь на 180 градусов. Потому что вы увидите новое начало. Карта Шут – это новое начало. Возможность увидеть что-то с нового угла. Это значит решить проблему. Потому что здесь карта Луна говорит, что сейчас идут перемены к вам. Это перемены могут быть личного плана или же профессионального плана. Но перемены сейчас идут. Или у вас на работе будет перетрубация, будет новое руководство. Или же вы найдете новую работу. Часто Луна показывает переезд. Или показывает новый дом, продажа квартиры дома. Новое место по Солнцу. Часто Луна показывает просто перемены. Новое вы. Вот новое вы. Смотрите. На коне. На коне, знаете, как у нас говорят. Вот что такое метафорическое у нас. О, ты на коне. Имеется в виду, у тебя все хорошо. Это рыцарь. Рыцари меняют жизнь, приносят новости. Да, вот Луна это сильная, серьезные перемены. Но рыцари, они приносят новости, которые поменяют жизнь. Которые защитят вас от трудностей. Которые дадут вам деньги. Потому что здесь рыцарь Пентакли. Будут эти деньги. Вы знаете, здесь такой конь. Такой ирландский какой-то конь. Не очень быстрый. То есть это медленная карта. Того, что у вас медленно будет все меняться в лучшую сторону. Вы получите какие-то финансы. Вы получите защиту. И новый ресурс у вас появится. То есть появится новое желание жить, что-то делать, менять. Вносить какие-то перемены. Новый ресурс. Вы войдете в свой новый ресурс. Старший аркан. The shadow. The lord of the shadow. Это называется здесь карта. Но это карта трансформации. И шестерка Пентакли. Две очень хорошие карты. Потому что здесь я вижу, что цикл какой-то заканчивается. Видите? Вместе эти две карты говорят, что действительно природа выше силы. Сам Творец ждет, пока вы будете что-то начинать двигать. Потому что уже Творец послал к вам ангела трансформации. На то, чтобы защитить вас на пути. Видите, колодец за глубокие мысли. И вы идете вперед. Здесь такая тайна, как туман. Такой интересный туман. То есть ничего не бывает так, чтобы все было ясно, что впереди. Никогда так не бывает. Оно то и будущее, что оно такое секретное, немножко туманное, немножко непонятное. Вот туда и нами нужно. В будущее. Шестерка Пентакли говорит опять о финансовой свободе, к которой вы стремитесь. Здесь вы сможете помочь или вам здесь помогут. Здесь двоякая карта. И это когда вы обладаете ресурсом и можете делиться с родными, с друзьями, с тем, кому это нужно. То есть у вас в семье, вот это я вижу семью здесь, по шестерке Пентакли, потому что шестерка это номер Венеры, семейный номер. У вас в семье будет достаток. Вы сможете и детей выучить, если у вас дети маленькие, или внуков. И себе самой не забывать платить. Есть такое выражение Pay Yourself First. Заплати вначале себе, то есть верни себе ресурс. Потому что если ты в ресурсе, ты сможешь еще заработать и много. Четверка Меча и шестерка Чаш. Ну две шестерки это хорошо, семейные карты. Здесь вот этот пикник как на шахматной доске. А шахматная доска это как шахматы и таро, это одна и та же идея. Сценарий жизни, варианты судьбы. И у вас есть такой вариант судьбы, это тишина, счастье, спокойное счастье. Вы идете где-то по направлению какой-то деревни, красивая деревня, и там вы живете. Такая модерная деревня, где все хорошо. И вы знаете, что жизнь будет долгая и приятная. Четверка Меча говорит, что сейчас может быть время тоже строить планы. И проверять эти планы на деле, медленно, но уверенно. Дерево жизни, это дуб, да. Дуб, конечно, это здоровье сильное. Но вам нужно отдохнуть под этим деревом жизни, потому что вы где-то устали, где-то, может, перерабатываетесь. Может, слишком стараетесь, да, для себя или для родни. Слишком стараетесь. Нужно отдохнуть, восстановить силы. Ну, бывает, что это нужно сделать. Итак, рыцарь на белом коне, ура! Рыцарь любви, рыцарь чаш. Кто-то вами интересуется. И туз, чаш тоже это начало отношений. Мои расклады не для женатых или неженатых. Не для молодых и не для старых. Мои расклады для всех. Почему? Ну что, жизнь для всех. Я к азотерике говорю, символы на картах, символы вокруг вас, земля, она для всех. Нет возраста плохого или хорошего. Нет там мужчина-женщина плохой или хорошего. Нет такого. Это для всех людей. Каждый слышит по-своему. Каждый слышит свое. Не сомневайтесь вообще. И не нужно обижать того, кто делает расклад. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Я еще и пианист, композитор музыки Рейки. Ну, кто меня не знает. Это как бы ирония судьбы. Вам не раз повторяю, что когда я говорю «рыцарь на белом коне», я говорю, для кого-то это встреча новой любви. Если это вам нужно. Карты вот эти, это же ваши обереги, которые вам помогут найти эту любовь. Для кого-то это примирение, кто давно в отношениях, женаты вы или нет. Это уже ваше дело, да. Но вы в отношениях. Здесь я вижу примирение. Для кого-то это вы найдете работу хорошую. Или ваш семейный человек, кто у вас там, муж, партнер, сын, дочь. Найдут хорошую работу. Потому что тут сейчас это начало того, что вы будете любить. А кто-то переедет в прекрасное место по Луне. У каждого будет свое. Каждый прочитывает по-своему. Но обвини человека, который сделает расклад, это самое последнее. Потому что зачем это вам нужно? Зачем обвинять других? Ну, в общем, бесполезное дело. Тем более человек, который для вас старается. Так что, ну, я просто ответила на вопрос. Люди пишут, не посмотрев даже весь расклад. В общем, ответила на вопрос. Это касается всех. И каждый услышит свое. Просуммирую. Трансформация идет. 13-й старший аркан, 18-й старший аркан. Два рыцаря, переход, защита. Да, новости какие-то. Счастье, любовь. И, может быть, даже у кого-то новые деньги. Люблю вас, обожаю. Скоро увидимся.